Вы смотрите новости. Это специальный выпуск, посвященный единому дню голосования. В 7 часов утра сегодня в Муравленко открылись 10 избирательных участков. Мы выбираем президента России. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин голосовал в Салихарде. На участок глава арктического региона пришел вместе с супругой. По словам Дмитрия Кобылкина, он проголосовал за сильную, крепкую, самостоятельную и свободную страну. Губернатор пожелал ямальцам сделать правильный выбор. Событие знаковое для России, для Ямала, поэтому людей уверен, что будет много. Свой голос за будущего лидера страны отдал и глава города Александр Подорога. Он голосовал в пятой школе. Подробности у Татьяны Бойко. На избирательном участке, что называется, яблоку негде упасть. Одни горожане идут голосовать всей семьей, другие с друзьями и коллегами. В на 409-й избирательный участок приехал глава города Александр Подорога. Получив бюллетень, он направляется в кабинку для голосования. Долго там не задерживается. Выбор сделан давно. Настроение замечательное. Обстановка на избирательных участках – это действительно праздник. На каждом избирательном участке более 17 различных мероприятий культурной жизни. Но это то, что я называю эмоциональным сопровождением. Ну и, конечно же, гражданский долг, вот то внутреннее ощущение человека, гражданская ответственность за судьбу страны, несомненно, должна стать тем основным мотивирующим фактором, по которому нужно прийти на избирательные участки. Мы никого не заставляем, мы никого не понуждаем. Мы говорим, что мы вместе, мы едины. А город Муравленко отличается замечательным единством и сплоченностью жителей нашего города. Явка на этом участке высокая. На 12 часов дня здесь проголосовали 1299 человек. Это почти 60% от общего числа зарегистрированных здесь избирателей. Настроение у людей отличное, и они точно знают, за что голосуют, и какими качествами должен обладать президент. Волевыми, и вообще что-то должен делать для страны, для будущего, заботиться о молодежи. Сейчас в первую очередь надо уделять молодежи, пожилому возрасту, трудоустройство. Справедливый, в меру волевой. Ну, не знаю, чтобы успевал следить за всеми краями нашей большой родины. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать президент? Честностью, целеустремленностью, какой-то правдивостью и, ну, всеми хорошими, я думаю. Сегодня активно на участке идет и молодежь, не в их правилах оставаться в стороне. Я думаю, что они очень подготовленные, как взрослые, потому что никаких вопросов они не задают. Эти выборы называют одними из самых технологичных в Муравленко. Все участки оборудованы видеокамерами. Наблюдать за процессом голосования на избирательных участках можно в режиме реального времени. Татьяна Бойко, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. На Ямале наблюдается высокая явка. По данным на 15 часов в округе проголосовало 69,93% избирателей от общего количества, внесенных в списки на момент открытия избирательных участков. Среди городов лидирует Муравленко. По данным на 3 часа дня явка в нашем городе составила 75,74%. Всего на Ямале на выборах президента Российской Федерации работают 228 избирательных участков. На всех присутствуют наблюдатели, общественники. В том числе от Общественной палаты Ямала и Общественной палаты России. В первой школе свой голос за президента России оставляют избиратели 405-го участка. Здесь 2375 избирателей, 33 из них сегодня будут голосовать впервые. Продолжит Ирина Бугрим. Люди шли на участок уже с 7 часов утра. К 12 часам дня из более 2000 зарегистрированных избирателей здесь проголосовало 1323 человека. К 15 часам 1778. Настроение у людей хорошее, доброжелательное, улыбаются люди, понимают, какая ответственность лежит. И от всех зависит, какой президент будет Российской Федерации. Среди выбирающих президента России немало 18-летних. Молодежь идет на выборы охотно, причем прямо с утра. Очень рада, что наконец-то смогла это попробовать сделать. Мне понравилось. Присутствующие на участке волонтеры готовы оказать помощь всем избирателям. За ходом голосования пристально следят общественные наблюдатели. Большое внимание вопросам безопасности. Приняты дополнительные меры к досмотру лиц, к досмотру граждан, которые приходят голосовать. Но это все делается только в целях безопасности наших граждан. На участке работал Островок здоровья. В фойе выступали артисты музыкальной школы, школы искусств, Дома культуры Украины. Пока родители делали свой выбор, дети с удовольствием проводили время в игровой комнате. Мне весело переезжать через Улыбку и через Мезуду. А еще мне весело кидать кольцу. Голосование продолжается. Участки закроются в 8 часов вечера. Избиратели делают выбор. То, что люди сюда приходят, голосуют за нашу страну, за выбор президента России, даст безусловный плюс для нашей всей страны. Жду стабильности, мира и добра всем. Всего хорошего. Стабильной жизни, стабильной зарплаты. Ирина Бугрим, Юлия Сидорюк, Сергей Шалафан. Новости Муравленко. Активно голосуют Муравленко в ЦИНе 402-м избирательном участке. Он располагается в здании 6-й школы. Из 2199 избирателей, включенных в список, к 15 часам свой выбор сделали 1660 человек. Муравленковцы продолжают голосовать за будущего президента России. Высокая явка людей очень обусловлена тем, что именно выборы президента. Люди с удовольствием приходят, с хорошим настроением. Большое количество приходит молодежи. Впервые голосующие молодые избиратели. Молодые избиратели, которые первый раз выбирают своего президента. Именно своего президента. И очень много, конечно, людей приходит с детьми. Я с удовольствием сюда шел. Надеюсь, что победит кандидат, за которого я голосовал. От будущего жду России процветания, хорошей экономики. За порядком на участке и процессом голосования следят как представители правоохранительных органов, так и общественные наблюдатели. Кроме того, ведется видеонаблюдение. В 4-й школе расположены 407-й и 410-й избирательные участки. Здесь свои голоса за кандидатов в президента страны отдали представитель губернатора Валентина Полынова и председатель городской думы Светлана Каменская. Все подробности в следующем сюжете. Подготовка к единому дню голосования началась с Муравленка задолго до дня выборов. Для молодых избирателей традиционно подготовлены приятные сюрпризы. Мы вас поздравляем с первым сознательным вашим выбором. Надеемся, что вы будете активны нашим избирателям. Это вам диплом подарочный от участковой избирательной комиссии. На мой взгляд, каждый человек, достигший совершеннолетнего возраста, должен приходить на выбор. Потому что от него, от каждого человека зависит то, каким будет наше будущее. Потому что именно мы выбираем того, кто будет управлять нашей страной. Я сегодня впервые проголосовал. Это макарский долг, который выполнил. И это придало мне отличное настроение. Голосование продолжается. Избирательные участки будут открыты до 20 часов. Нина Гультяева, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Голосование за будущего президента страны продолжается. В многопрофильном лицее расположен 406-й избирательный участок. К трем часам дня на этом участке проголосовали более 1800 избирателей. Пятеро из них исполнили свой гражданский долг вне помещения для голосования. 11 муравленковцев приняли участие в выборах впервые. С настроением я пишу положительным. Считаю, что каждый гражданин Российской Федерации обязан прийти проголосовать и сделать свой выбор. Голосование проходит в обычном режиме. Настроение, конечно, хорошее сегодня. Такой день особенный. Пришли сделать свой выбор за будущее России. С настроением позитивным. Считаю, что нужно. Как бы гражданский долг. Главное сделать правильный выбор. И верить в будущее нашей Родины. Сегодня жители города делают и еще один выбор за объекты благоустройства. Отдать свои голоса можно на специальных участках. Рассказывает Ани Григорян. В топ самых популярных вариантов вошли три объекта. Сквер здоровья, аллеи славы или комплекс детских игровых площадок. Все три территории будут благоустроены. Но в какой очередности? Сегодня решать муравленковца. Татьяна Загребина пришла на голосование вместе с внучкой Кирой. Вместе они за благоустройство сквера здоровья в районе взрослой поликлиники. Женщина считает, что обновленная территория может стать не только местом отдыха, но и площадкой для проведения хороших мероприятий. Проголосовала за сквер здоровья, потому что у меня подрастают внуки. И ради здоровья внуков мы гуляем очень много. А где гулять, как не в сквере здоровья? С дизайнами проектов муравленковцев знакомят и на участках, и на официальном сайте города. В разделе «Комфортная городская среда». Еще есть время, чтобы ознакомиться с ними, взвесить все «за» и «против» и сделать свой выбор. Я за каждый готов проголосовать, чтобы оно развивалось все это дело, потому что и Аллея Победы очень важна для детей, площадки различные, озеленение города. Все это благоприятно сказывается на общей атмосфере города. Пока лидер голосования – будущий сквер здоровья. На втором месте – обустройство шести игровых площадок, которые предлагают осовременить, сделать покрытие из резиновой крошки, установить новые игровые формы. Каждый из городков будет со своим названием и стилем. На третьем месте – Аллея славы. Это первый этап реализации большого проекта – строительство сквера Победы. Все, что делается для людей, для детей, для тех мест, которые должны быть облагорожены, на культуре, в черте нашего города, конечно, без спорта это нужно делать. Это замечательные вещи, замечательные проекты, которые на сегодняшний день подчеркнут статус нашего города как города благоприятного, как города для людей, построенного, реализующего те или иные проекты для жителей нашего города. Проект «Победитель голосования» будет реализован в приоритетном порядке. Муравленковцы продолжают выбирать и предлагать. Итоги голосования будут подведены 19 марта. Анни Григориан, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Первый день конкурса «Мама, папа, много я. Многодетная семья» проходит активно. Муравленковцы борются за главный приз – садовый домик. Все подробности в сюжете Валерии Чижик. Многодетные семьи продолжают активно участвовать в конкурсе. Его главный этап проходит на специальных участках, где муравленковцы голосуют за объекты благоустройства. Жители города фотографируются на фоне баннера и выкладывают свои фотографии в альбоме «Мама, папа, много я. Многодетная семья» в группе «Муравленковский день ВКонтакте». Мы узнали, что в нашем городе объявлен конкурс для многодетных семей. И решили принять в нем участие. Условия не очень сложные. Мы пришли всей семьей, сфотографировались, сделали свое голосование. И подарок – приз за участие в этом конкурсе, за выигрыш – дачный домик. Для нас он очень актуальный, этот приз, так как у нас есть дача, но нет домика на этой даче. А некоторые участники конкурса только готовятся сделать хороший кадр. К примеру, Яна Памукчу. Над концепцией фото думали всей семьей. Мы, конечно же, немножко подготовились заранее. Подготовили некую фото-бутафорию тематическую. Ну и увидите позже. Фотографии в сетевой альбом можно добавлять до 20 марта включительно. Голосование за лучший снимок продлится до 31 марта. Итоги же конкурса подведут 3 апреля. Победитель получит сертификат на садовый домик, изготовленный из ямальских материалов по современному технологии. Валерия Чижик, Сергей Шалафан. Новости Муравленко. Мы продолжаем следить за ходом голосования. В 20 часов избирательные участки завершат свою работу. Так что, если вы еще не отдали свой голос за кандидатов президента страны, поспешите это сделать. А с предварительными итогами выборов мы познакомим вас завтра.